у меня вот камера я понимаю сейчас таким валунам большими как-то веревку не сперли сейчас опять пойдет речь о местах анапы то есть я уже в предыдущем ролике сказал когда мы перед поездки на утришь что вот сколько ни послушай она побольше всех ругаются всех российских курортов я там сказал что я везде тут по всему побережью мы практически поездили да что она по далеко не самое худшее место вот поверьте мне я за границу не беру это вообще отдельная тема другая и вот мы в прошлой поездке съездили на большой утришь от города примерно думаю километров 15 сейчас мы поедем в черту города вот прямо в самый город в анапу моя задача показать какое там море какого оно качество какой прозрачности какой подводный мир какой подъезд какая округа но я думаю что это уже многие блогеры показали я просто сам для себя как бы выясняю и мысленно так вот спорю с теми людьми которые сильно ругают анапу вот поехали сейчас туда посмотрим итак начало сентября мы раньше сюда не ездили ездили дальше ездили ближе а нынче вот сюда сюда катаемся изучаем так сказать постепенно тем более удобно что подъезд практически к самой воде я имею ввиду мотоцикл я даже прошелся практически весь этот берег весь ну относительно весь все эти ступени так называемый 300 800 и 400 часа два у меня ушло на прогулку а также дикие тропы сверху вниз так сейчас обозначу что здесь где находится подъехали мы сюда 300 ступеней тут 800 где-то вот в этом месте и 400 тут плюс минус телевик у меня конечно скрадывает расстояние но скажу что до тех 400 вот туда в конец я шел примерно около часа ну естественно разговорчики тут под съемочки были там и здесь рядом на 40 лет победы принципе черта города да людей много давайте начнем с воды так выглядит это из моря берег такой скажем так брутальненький и я бы даже сказал неприглядный но все нужно приближать вникать и снохрапа вот так часто не разглядеть и не разобраться в том что как будут не так очевидно и не так бросается в глаза до водичка в августе и на начало сентября отменная я думаю градусов 28 интернет кстати и все вот эти прибрежные службы у кого индикация вот этот горит температуры воды они почему-то температуру вот у них температура занижена я одно время ездил с лабораторным термометром довольно точным и убедился в этом вот вам вода и море я подчеркиваю еще в черте города наглядно до Анапское море конечно разное скажем в Анталии море было в одной паре вот когда мы там были просто чистые красивые а тут тут все по-разному я бы сказал и мест тут больше таких вот всяких разных и не похожих друг на друга спорных мест красивых не очень красивых есть места которые как вот допустим это да их с первого раза так вот не понять допустим взять тот же утрижь природа фантастическая классная просто но все что человеком там сделано конечно ну ладно об этом наверное будет отдельная когда-нибудь тема вот такое море смотрите это почти у берега не знаю какой сейчас вот в данный момент на песках там в сторону витязева а здесь вот так тепло и чисто вот интересно смотрите под каждым камнем вот под каждым практически есть живность рыба туда прячется крабы тоже вечером крабики вылазят и вот я вот заметил у каждого камня практически у каждого их по два по три штуки по четыре и вот дельфинов мне не удалось снять камеры не было они тут как говорится чуть с ног нас не сбили между нами вот так промчались стайка только что вокруг нас он плавал сейчас практически касался но видите там от 3 или 4 дельфинов кричали тут некоторые кричали где-то рядом с ними он так это место видят птицы чайки примерно на такой высоте и летают вот дорога по которой мы спустились это метров 500 600 сам спуск и от места где базируемся в оба конца идет пляж она по чем хороша что пляж бесконечный вот так на вскидку около 70 километров зеленый массив впереди это ореховая роща смотрите хорошо птицы устроились все все видно вот улица 40 лет победы спуск и вот наш мотоцикл и сейчас я поднимусь по дикой тропе вот в это место на горе я сейчас сижу смотрите танкер на горизонте так глазом простым его не видно а это судя по всему гаргипия с туристами были мы как-то на борту этой гаргипии по случаю и по знакомству ну и судя по одежде не летом это в районе 300 ступенек сижу я вот тут на краю конечно не очень приятно как тут короче камушек под ногой у меня был вот смотрите здесь это такая в общем то такая ответственная да и вот знаете у меня вот этот камень сейчас где-то попался даже вот этот под ногу смотрите он на краю было думаю как вниз покатиться и что-то так найти не по себе стало надо его убрать подальше там во первых люди во вторых у меня вот камера и и надеюсь хорошо ветра нет я уже говорил и скажу что высота не мой конек если честно сказать я ее боюсь всегда боялся той высоты а вчера мы были он за той горой там где вот у меня ролик есть про утрешевский такой уединенный такой палаточный пляж это вот как раз за этой горой туда дальше как за горой километров 20 отсюда солнышко как раз у меня уже покраснел и горизонту подходят здесь у меня 400 миллиметров получается на кропе 600 и снимается интервалом 5 секунд я маленечко монеты за глазок прикрыл чтобы задний экран отключить вот так это выглядит первый раз нет я тоже первый раз и не туда зашел блин и хотел уже наверх там весь дома нифига себе посмотрю люди отсюда идут я понимаю сейчас вот отсюда короче слазят люди сейчас мы проделаем этот путь вот так примерно я так думаю наверно одна четвертая 1 5 фиолента где мы все растопали спускались вот так вот по каким-то тропам и там было так скажем покрасивее поживописнее так что от начала до конца ну а сейчас пойдем обойдем этот берег вдоль туда посмотрим что дальше 300 800 и 400 ступеней мне сказали там спор был даже что после 800 ступеней больше ничего нет другие сказали что дальше есть 400 ступени но лестница разбитая штормами старая она не рабочая пойдем посмотрим я сейчас прошел вот от спуска спуск отсюда видно да на метрах на 500 600 отсюда спуск на котором мы спустились а здесь вот примерно такая вот загрузка пляжа две палатки ну и людей мало совсем вот я до 300 ступеней дошел здесь ну здесь хорошо что выбор есть чуть подальше отошел буквально метров на 50 на 100 на 200 и практически пустынное место но здесь естественно сгусток людей потому что вот она лестница здесь дорога главноком не крупнее чем там вот в сторону туда спуска того около 300 ступеней и он дальше идет у нас 800 ступеней попробую до них дойти кстати по таким валунам большим идти то проще сыпучести нету так идешь прям уверена на камень наступаешь ну короче я прохожу сейчас мимо абсолютно голых людей причем не молодого возраста молодежи вот этот особо то не видел я не знал что от 300 ступеней до 800 идти очень долго и я думал дойду сказали что дойдешь но сегодня дойдешь до откуда-то отсюда я видел человек спускался или поднимался но точно не скажу откуда это скорее всего это не тропа потому что следов я здесь не вижу пример того как легко подниматься и как непонятно спускаться до вперед не пойдешь здесь смотрите уже высоко но вот до 800 ступеней дошел мы тут были зимой зимой здесь поднимались вернее спускались и поднимались конечно очень тяжко прошел и 800 ступеней там говорят есть еще 400 но они как бы деревянные сломаны уже 30 лет этими с точеком люди пользуются нет попробую просто она накапает на минут за десять баночка три года как опять вернулся в анапу да откуда и этом лучше выбирать но я сейчас москве жили ну и как она такая сероводорода легкий-легкий приз привкус такой ну ладно на обратно пути еще глоточек сделают тоже голый человек подвел к источнику и говорит но сам москвич опять вернулся в анапу я как 30 лет из этих капелек источник этого пью ребята у меня соли спросили поваренный он дрова впереди несет видать здесь ночуют пришли такую даль и без соли и вроде как из-за этого копеечного продукта такие километры по камням наматывать назад отсюда я пришел это далеко надо сказать где-то там голый народ напрочь я прошел уже всех людей на этом пляже впереди вообще никого вот ступени но они разломаны они не рабочие насчет людей ошибся он сидит пара еще сейчас человек не попался навстречу так выглядит 400 ступеней снизу здесь канат такой если что спуститься надо придерживаться вот тут они разломаны дальше пути нет только вот так вот огородами как-то веревку не сперли удивительно хороший такой канат об она все идем назад пришел я оттуда вон где вот строение города а по валунам вот по таким вот идешь они это смотрите как просто ты бежишь получается прямо от ровной кровной такой перескакиваешь получается очень быстро и удобно смотрите красота какая хупа дерево такое интересное по дороге встретил вот смотрите я думаю в этой глизне об этой оголенности скажем тогда обнажение какой то есть такой момент правильный мне кажется это такое знаете момент свободы раскрепощенности такой знаете какой-то дозволенности и он уравнивает как бы людей сближает и вот скажем такие вот скряги какие-то злые такие люди особенно еще без чувства юмора они мне кажется никогда на этом пляже не появятся не разденутся все вон люди идут и ворчат типа как по таким камням ходить здесь по ним вообще удобно по этим валунам огромным творить дошел до трехсот степени люди так спускаются сюда вечерком посидеть на закате солнце скоро воды коснется и вот вечер посмотрите вроде все тоже а вот не то настроение другое жизнь другая даже краски и запахи краски то понятно вот запахи но я имею ввиду дымок от углей дети играют даже другом рядом родители а эти беседки кстати сдают в аренду и ребята кому сейчас плохо не вините меня мне тут писали уже ваши дети играют а наши к сожалению так было всегда и наверное поменять ничего нельзя вот смотрите снимал крабов солнце ушло они все по вылазили и вот эти подрались и один прогнал другую подрались даже маленький за территорию воюет выгнал уже и камней много и моря много и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok